Приветствую, дорогие друзья, с вами Зидыч, и сегодня для вас будет обучающее видео по штурмовке. Но для начала хочу сказать и обратиться к ветеранам. Друзья, коллеги, люди, которые играют в War Thunder 3 или более 3 лет, которые давно освоили авиацию и давно штурмят в совместных боях. Друзья, сегодня видео не для вас, вы можете поставить лайк и идти дальше штурмить эту наземку или просто посмотреть это видео ради любопытства, но сегодняшнее обучение будет именно для тех, кто только покоряет небо авиации, люди, которые первый раз все это смотрят и периодически бомбят, как танкисты, типа вот уберите авиацию из наземки, а сейчас вот они поймут, что авиация это очень интересно, сами начнут ее применять и будут меньше ныть. Ну так вот, новички. Начнем мы сегодня с американцев, но в целом пройдемся по каждой из наций. Я расскажу, какие самолеты легче всего поддаются как раз для освоения новичкам. И первый такой самолет это F-6F Hellcat. Также я вспомню, знаете, такую историю интересную. Вообще первое применение успешной штурмовой авиации, по крайней мере у российских войск, было в 1915 году, когда те использовали 5 бипланов для атаки немецко-австрийских войск, которые пересекали в районе Брест-Литовска, то есть это нынешний город Брест, Брест-реку и, соответственно, там использовали бипланы, чтобы сбрасывать бомбы и напугать вражескую пехоту, которая потом пыталась переплыть обратно реку. Вот, то есть это, прежде всего, был психологический эффект. Часто понятно, авиация более серьезная, штурмовая авиация получила серьезное развитие. И теперь мы можем посмотреть на такие серьезные машины, как Ил-2 и так далее. Но в данном случае это Hellcat. Почему я рекомендую начинать обучение, если говорить из-за американцев, с Hellcat? Машина, которая имеет достаточно легкое управление, то есть это палубный самолет, у нее нет такого серьезного сваливания, даже на маленьких скоростях не происходит сваливания, она достаточно легко выходит из пикирования, и этот палубный самолет имеет эффективные закрылки. То есть если вам не хватает подъемной силы, то есть если вы боитесь, что из-за маленькой скорости разобьетесь, упускаете перед тем, как начать следующий маневр закрылки в бой, ну или в крайнем случае взлет, и, соответственно, полученная подъемная сила не позволит вам разбиться после очередной штурмовки. Главное сбросить основной груз 2000 фунтовки. В общем, сейчас я вам покажу прямо в видео, каким образом каждый из самолетов штурмит, каждый из наций, с какого самолета лучше начинать, но для начала также вот покажу вам пробный вылет. Здесь есть редактор миссии, и таким образом можно выставить нужную вам миссию, например, смотрите, сценарий, штурмовка кораблей, это если у Hellcat, а если у Тендерболта, там будут танки, и таким образом, не портя себе статистику, вы сможете потренироваться, посбрасывать бомбы, попользоваться ракетами, и все у вас будет замечательно. Ну что ж, с этим закончили, ребята, внимательно смотрите, я сейчас пройдусь по каждому из самолетов, которые у меня предложены за каждой из наций, ну кроме японцев, и, соответственно, что-нибудь да получится. Приятного просмотра. Итак, F6F Hellcat. Первое, что нужно помнить, это выставление взрывателя на 2 секунды. Это очень важно, иначе вы уничтожите сами себя, когда будете заходить на цель. Скорость не должна быть слишком высокой, видите цель, наводите на нее прицелом, то есть опускаете нос самолета на противника, и в последний момент, когда вы достаточно близко, начинаете поднимать нос самолета, и в этот же момент сбрасываете бомбу, то есть вы фактически откидываете бомбы, когда только-только начинаете выравнивать самолет. Вот посмотрите, как это выглядит с вида от третьего лица. Заберем еще один танк, но вот по ракетам мы поговорим чуть-чуть позднее. Как видите, я, как и многие бывалые игроки в проекте, не использую какие-то четкие значения. Примерно на глаз навожусь на противника, и практически, когда в последний момент я уже должен от него отрываться, производится сброс бомб. Но можно бомбы сбрасывать и с большой высоты. Принцип примерно тот же, только с больших высот. Я вижу противника, навожусь на него прицелом, выравниваю нос самолета, и, соответственно, начинаю вытягивать машину вверх и сбрасываю бомбы. То есть я, в принципе, уверен, что бомбы полетят по нужной траектории. Как видите, я действительно попал прямо по противнику. Все производится на глаз, на автомате. Но вам я посоветую использовать первый способ, потому что для новичка он гораздо легче. Потом уже постепенно вы наработаете, скажем так, сноровку, и будете сбрасывать с любой высоты бомбы прямо по противнику. А вот с ракетами все немножко сложнее. Очень важно, чтобы у вас был прокачан на максимум перк уход за оружием, потому что он минимизирует рандом. Понятное дело, что разброс ракет все равно будет, но вот именно с максимально прокачанным уходом за оружием этот разброс будет меньше. При заходе на противника вы должны учитывать сведение своего вооружения, то есть 300-400 метров. И, соответственно, очень важно еще выбирать правильный угол. Легче всего штурмить с углов 70-90 градусов, то есть быть практически над противником, чтобы ракеты минимально отклонялись от траектории. То есть ракеты практически под таким углом в свободном падении, и им некуда отклоняться. Попасть будет значительно легче. А вот здесь, кстати, ситуация, где первая группа ракет пошла немного разнонаправленно, и я сразу сделал второй залп, и вторая группа ракет уже пошла примерно по прицелу. Это, к сожалению, вот этот рандом, он присутствует, и к нему придется привыкнуть. Кстати, сейчас вы наблюдаете за вторым по легкости использования самолетом в нашей игре, и он доступен у британцев. Я использую именно Харрикейн 4. Почему 4? Дело в том, что у него есть два дрына 37-миллиметровых. Если их заменить на ракеты, то вы получаете дополнительные подвесы, в сумме у вас будет 8 ракет. Для БРа 2.0 это просто шикарно, ребята. И можно крошить такими ракетами РП-3 танки даже самого высокого ранга. Но я не рассказал, как работать по цели ракетами, если вы подлетаете на более близкие дистанции, то есть ближе, чем ваше сведение. В таком случае прицел нужно выводить в сторону от противника, чтобы одна из ракет, расположенная, например, на левом крыле, попала по вражескому танку. В данном случае я взял, кстати, очень большое упреждение, и здесь есть одна причина. Дело в том, что я сейчас использую Пе-2. Машина, которая имеет слишком большую площадь крыла, и, следовательно, ракеты расположены практически, сами видите, там на центре крыла, и они далеко друг от друга. Это усложняет штурмовку ракетами, и приходится очень ювелирно работать. Некоторые из вас скажут, но зачем тогда Пе-2, ведь есть Ил-2, используя его, на нем будет проще. В этом вы будете правы. Действительно, Пе-2 имеет настолько размашистые маневры, что после первой же атаки его, скорее всего, собьют истребители или же зенитки. На нем очень сложно штурмить, в отличие от Хеллкета и Харрикейна, на которых штурм это просто сказка. Просто рай. Ил-2, к сожалению, был порезан. Каким образом? У него когда-то давно было 8 РС-132 плюс ФАП-100, но это не столь важно. И впоследствии ему забрали 4 РС-132, у него осталось всего 4 ракеты на 2 залпа. Разумеется, после такого Ил не представляет серьезной ценности как штурмовик, в отличие от американской штурмовой авиации, которая является лучшей, или же все-таки британской. А вот советская штурмовая авиация на данный момент самая слабая, поэтому новичкам я ее не советую. Ну и напоследок, на чем же поштурмить за немцев? Здесь я вам посоветую использовать не юнкерсы с бомбами, которые неплохо, кстати, заходят на цели. Имеются юнкерсы с 1000-килограммовой бомбой, которые действительно имеют серьезный эффект, но можно взять мистершмитт 410, модификация аэр-3, у которой имеются пушки МК-103. Эти пушки имеют ленту для бронированных целей с бронепробитием почти 100 мм, и могут крошить танки даже на максимальном пятом ранге. И эта машина доступна уже на боевом рейтинге 5,3. Единственное, что вот надо учитывать, то, что она не такая поворотливая, нужно раньше выходить из пикирования, и атаковать цели примерно так же, как ракетами я атаковал на Харикейне, или же Хеллкете, то есть практически будучи над противником, потому что у этих пушек это особенно важный параметр, потому что иначе они могут рикошетить, еще что-то там будет непробитие, а вот в крышку, будучи сверху, либо в двигатель они прибивают гарантированно. Ну и кроме того, это будет отличная тренировка перед тем, как вы пересядете на настоящего монстра Хортона 229, который использует те же пушки МК-103, на нем будет летать гораздо легче. Но, справедливости ради, я также напомню, что есть еще одна машина Хет 219, которая была введена в патче 159, у нее тоже имеются МК-103, но она зараза премиумная, поэтому не каждый может ее использовать. Но это так, чтобы вы знали, что имеется такая имба-машинка. Ну а в целом, ребята, отличного вам нагиба, я рассказал все, что хотел, надеюсь, все у вас получится, если у вас не получится на МК-103, используйте Юнгерс с 1000-килограммовой бомбой, потому что это тоже очень и очень хороший на самом деле вариант. Как сбрасывать бомбы, вы видели в начале видео, там было два варианта, я думаю, все у вас получится, все у вас будет замечательно. Если вам нужны бесплатные орлы, ссылочка на мобильное приложение в описании под видео, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и увидимся в следующих выпусках. Удачи!